Всем привет, мои дорогие друзья! С вами Диана Зимова и мы начинаем. Сегодня я снимаю мой влог. Уже понедельник. День тяжелый, но сегодня нам сократили уроки, так что сегодня 4 урока. Я очень рада. И во вторник, 1 декабря, День Президента, и мы, конечно же, отдыхаем. Вот у меня что сегодня на завтрак. Я сделала себе кофе. Я не очень часто пью кофе, то есть я его вообще не пью, но сегодня мне что-то захотелось кофе, и я его выпью. Тыква, как обычно, и всем, кто кушает, всем приятного аппетита! Так, все, дорогие друзья. Через 40 минут я уже буду одеваться в школу, готовиться на учебу. Ой, вообще так не хочется. Хочется спать, просто спать. Не знаю, я вообще люблю спать в дождливую погоду. или когда очень много снега, вообще холодно выходить на улицу, но сейчас, когда такая солнечная погода, сейчас вам быстренько покажу, вот такая вот, мне хочется спать. Знаете, вот сейчас как утро, как будто я встала 7 утра, и вот так солнце, все солнце, но вот этот вот весь дом падает, и такое ощущение, как будто уже утро, но сейчас уже 11 часов, а такое ощущение, как будто 7 часов встала, и вот так вот сидели. Ну и реально, вчера в час ночи уснула, как и, впрочем, всегда. Я засыпаю в час, просыпаюсь в 9, но могу я заснуть в час и проснуться в час. Ну, это долго бывает по воскресеньям. Вот, потому что мне либо в час в школу, либо в два в школу. Вот сейчас заряжаю свой телефон и смотрю, интерны. На маминой кровати сижу, вот смотрю. Два месяца назад мне ему, братику, подарили вот такую вот машинку на пульте управления. Я на старом канале показывала подарки Санкт-Петербурга на Амарат Мирфаизов канале. Мне подарили такую меховую жилеточку, а ему вот такую вот машинку на пульте управления. Конечно, без зарядки, ну, без батареек. Но батарейки очень дорого стоили. На вот этот вот пульт и на машинку, в общем-то, 1000 тенге, в общем. Ну, он ждал два месяца, пока мы ему купили эти батарейки. Мы все либо забывали, либо вообще не покупали. И вот вчера мой дядя уже получил деньги и говорит, ладно, все, я тебе куплю. Мы пошли на базар за продуктами и купили ему батарейки. Но они уже кончаются. Мы ему за 500 тенге на вот эти вот купили, за 300 тенге на вот это. Вот. Но они уже заканчиваются. Это заряд этих батареек, потому что они очень такие немощные. Он сразу сказал. Мощные по 1000 тенге на вот эту машинку, по 1000 на вот эту. Но это совсем ужас. Получается, 2000 за какие-то батарейки, скажу без сквернословий. Вот. Но это надо экономить сейчас. Что уже не работает. Вот. Теперь я его включила. Можно поворачивать. Сложно одной рукой. Тут еще светятся фары. Вот. Видели? Сейчас. Вот. Ой. Ты еще не делаешь за нарык? Чуть нарык. Дереви. Я не могу, ну, 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 приди, Дмитрий, здравствуйте. Отлично. Польский? Да. Молодец. Молодец. Так, все, ладно. Хватит играть. Я буду лучше приготовлю, что мне кушать в школу. Я не знаю, что мне взять покушать. Может быть, слайд взять. Вот такие стали очень часто покупать мне в школу. Потому что, если я ношу с собой что-нибудь, там, бутерброды всякие разные, либо что-то еще, то у меня начинает болеть желудок. Потому что, наверное, то, что я в спешке кушаю, перемены же обычно 5 минут после третьего или четвертого урока 15 минут перемены. Но я очень быстро кушаю, потому что время летит очень быстро. Вот. И поэтому вот такие вот слайсы я беру, засуну все вверх. Потому что они безвредны совершенно. Все, ребятки, я взяла на 4 урока 5 штучек слайсов. И, конечно же, как же без воды. Сейчас у меня все мокрое. Вся камера у меня мокрая. Так что, подождите. Минуточку. Так, все, я сейчас все нормально уложила в мою сумку. Завтра, кстати, мы пойдем в боулинг с бабушкой, там, с моими знакомыми. В боулинг пойдем играть. Ну, только я буду играть. И вот эти вот девочки, которые мои знакомы. Вот. Там всего лишь 500 тенге, оказывается. Час, если поиграть, 500 тенге. Ну, я думаю, что это нормально. В чем подвох, я так и не поняла. Час, если играть, 500 тенге. Ну, это слишком мало. Я думала, 2-3 тысячи. Ну, там разберемся, посмотрим. Вот. И, кстати, на мой канал уже вышло это видео. Видео вышло. Тебе сказать, у меня уже рука устала. Мы вчера ездили с дядей в парк президента гулять. И пофоткались там. Видели белку. Я не выложила фотографии ее, потому что там вообще ее не видно. Какое-то пятно коричневое с серым. Она была серо-коричневая. Вот у нее все коричневое. А серая только спина и живот. Как будто у нее там это, майка серая. Вот такое ощущение было. Она очень быстро бежала. Все ее потому что фотографировали, снимали видео. Белка, типа белка. Как дикари. Вот. И она по деревьям быстро туда-туда. Я за ней. Короче, было вообще классно. Погуляли. Там было прохладно. Вот. И выложила слайд-шоу под музыку. Так что посмотрите. Давно выложила. Вот. Еще что я хотела сказать. Вроде бы ничего. Вот я сижу. Скоро уже буду одеваться. В школу. Ну реально, как утро. Такое солнце. Тридцатый уже. И ноября. И так это. Как-то хочется уже снега, знаете. Слушай, я так понимаю, что скоро Новый год. И так далее. Там годовная. Уже хочется снега. Я решила послушать музыку. Кусатика заново новая. Вышла музыка. Так все, мои дорогие. И я уже одета на учебу. Погода сегодня хорошая. Солнце светит. Но, наверное, оно не греет. Такое ощущение реально. Вот уже час дня. Такое ощущение реально, как будто сейчас утро. Не знаю. Вон там вот. Или так солнце ложится. Или мне так одно кажется. Я не знаю. Потому что, смотрите. Вот. Здесь солнца нет вообще. Вон там есть солнце. А вот здесь такое ощущение на кухне. Кого-то утро. Вот все на это дерево падает. И на этот дом. На этот дом падает свет. И поэтому кого-то утро. На нашем дворе, как обычно, нету солнца. Там всегда нету солнца. Зимой, летом. Весной, осенью. Так, все. Мне надо уже выходить. Все, ребятки. Я уже дома. Который вы сейчас кусочек видели. Это я шла в школу на учебу. Просто там было очень много людей. Я сняла отрывочек просто. Без слов. Вот. Сейчас буду кушать. Ужинать. Нас сегодня отпустили пораньше. Вообще-то мы должны уйти в 6.10. А мы уходим в полпятого. Это в 16.45 нас уже отпустили, короче. Но сейчас уже 5. Эти часы вообще неправильно идут. Поэтому. Вот. Я-то думала, у нас будут уроки по 35 минут. А были по 40 минут. Вместо 45. Но это тоже нормально. Хотя бы пораньше отпустили. Все. Я себе все уже наложила. Это салат из капусты, морковки. Хлеб. Водичка. Я уже чуть не хочу чай. Ничего не хочу. И борщ. Так что всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Все, мои дорогие друзья, уже 8 часов почти, что я буду кушать мороженое. Так что всем, кто кушает, приятного аппетита. Все, ребята, уже ночь. Уже 9 часов ночи. И я себе постелила постель. Но я лягу в 12 часов ночи. Потому что у меня сейчас такой режим. Я просто не могу уснуть в 9-10 в 11 ночи. Только усну в 12, либо же в час. Это только в крайнем случае, а так в 12. Вот так и уже. Постелила свою постель. Вы видите, что у меня такая постель. Это только утро. Но сейчас я ее, наоборот, стелю. Вот. Сейчас пойду в душ, когда мама выйдет. И налью себе чай. Я перед сном пью чай. Все. Сейчас я просто полежу, отдохну. Ой, все. Все, мои дорогие. Я уже вышла из душа. И буду сейчас кушать. Закрутили, завертелось. Йогурт. Нежный. Мы постоянно берем вот такой клубничный, либо персиковый. Он очень вкусный. Он вышел вот в таких упаковках. Тут еще новинка написано. Но он вышел уже 3 месяца назад в таких упаковках. Но еще написано новинка. 5% я вот такое очень люблю. Но он раньше был в таких маленьких-маленьких упаковочках. Стоил он 40 тенге. Сейчас он стоит 80 тенге. Вот таких вот нормальных упаковочков. Вот. Чай я попью. Я попью чай в 11 часов. Сейчас 9.00 на эти часы. Вообще. Тупо не работают. Но они работают только у них другое время. На 10 минут опаздывают на целых. Или опаздывают. Или вперед бегут. Наверное. Ну, короче. Они, короче, другие. Вот. Буду кушать йогурт. Я с вами сейчас попрощаюсь. Потому что я сейчас буду смотреть Эрл-Реш, комментировать видео и ложиться спать. Это займет очень много времени. Где-то 20-30 минут у меня занимает на монтировку видео. И так что всем пока-пока. И ждите следующее видео. Оно будет очень скоро. Пока. Спокойной ночи. И приятного всем аппетита.